В своем романе «Бесы» с беспощадностью в тогда же недействительности нарисовал нерадостные картины из жизни одного из российских губернских городов, города Беса. Но мало кто обратил внимание на то, что роман «Бесы» — это не столько роман пророчества, сколько роман по учению будущим поколениям, всем нам, запутавшимся в истории Царской империи, истории Советской империи, о том действии, которое нынче мы называем современностью. Несомнительно, правда, был знаменитый русский религиозный мыслитель и философ Бердяев, который в 20-е годы, уже находясь в эмиграции, писал «Бесы написаны о грядущем, скорее о нашем времени, чем о том времени». А тогда, чтобы как-то вразумить русское общество, заразившееся вирусом атеизма и переворота, Достоевский в качестве эфиграфа привел евангельское свидетельство, Когда бесы, сильны зла, вышли из больного человека, вселились в свиней, и те все разом рухнули в пропасть. Господь спас больного, дав тому надежду на выздоровление. Однако страшные картины романа, если мало кого тогда разумеет, голос Достоевского не был услышан. А уже совсем скоро, в декабре 17-го года, выдающийся русский мыслитель художных словах, Максимилиан Волошин написал «Сквозь пустоту державной воли, когда-то собранной петром, Вся нежить хрыла во всей дом, и на зияющем престоле, над зыбким морком болот, Бесовский правит хоровод. Народ безумием объят, и о камне бьется головой, И узр рвет, как бесноватый. И не смутиться всей игрой строители внутреннего града, Тебесы шумные и быстры, они вошли в свинное стадо, и в бездну им мыслов в горы». Роман писался один, не для полемики с революционерами и попытки поднять их. Писатель был обеспокоен тем, что Россия в результате деятельности революционеров может вообще погибнуть. Бесы входят в ряд русских антинигилистических романов, в которых критически разгорается идея левого толка, в том числе и атеистические, занимавшие умы молодежи того времени. Для Достоевского проблема русской революции, русского нигилизма и социализма – это вопрос о боге и вере. Николай Бердяев писал, «Достоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он почувствовал, что в революционной стихии активен не сам человек, что им владеют нечеловеческие духи. В маленьком городе, во внешне маленьких масштабах, давно уже разыгралась революция, и вскрылись ее первоосновы, даны были ее первообразы. Достоевский видел духовным зрением, что русская революция будет именно такой и иной быть не может. Все герои бесов в той или иной форме проповедуют русский революционный миссионизм. Все они одержимы этой идеей. У колебующегося и раздвоенного Шатова перемешано сознание славянофильское с сознанием революционным. Такими Шатовыми полна русская революция. Все они, как Решатов, Достоевского, готовы в выступлении выкликивать, что русский революционный народ – народ богоносец, но в бога они не верят. Эти люди готовы истреблять Россию во имя русского миссионизма. В центре революционного беснования – образ Петра Верховенского. Он прежде всего человек совершенно устошенный, в нем нет никакого содержания. Бесы окончательно овладели им и сделали его своим послушным орудием. Он перестал быть образом и подобием Божиим. В нем потерян уже лифт человеческий. Одержимость сделала его нравственным идиотом. Он одержим идеей всемирного переустройства, всемирной революции, поддался соблазнителем на лжи, допустил бесов овладеть своей душой, потерял элементарные различия между добром и злом, потерял духовный центр. Достоевский предвидел, что революция России будет безрадостной, жуткой, мрачной, что не будет в ней возрождения народного. Петр Верховенский размышляет и о факторах русской революции. Самая главная сила – цемент все связующий. Это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал? Кто этот миленький трудился? Что ни одной этой собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд почитаю. Это было глубокое проекновение в революционную Россию. В русско-революционной мысли всегда был стыд собственного мнения. Этот стыд почитался за коллективное сознание, сознание более высокое, чем личное. В русской революции окончательно угасло всякое индивидуальное мышление. Мышление сделалось массовым. Жутко читать сегодня слова Верховенского. Ставроги, мы сделаем снуд. Все поедется снов. Раскачка пойдет такая, какой еще мир не видал. Как только в наши руки попадут они, мы, если потребуются, еще на 40 лет в пустыню их отправим. Первым делом понижается уровень образования, науки, талантов. Не нужно высших способностей. Их изгонят или казнят. Все рабы. Мы и в рабстве равны. Мы пустим пьянство, сплетни, доносы. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в наденчестве. Всех одному знаменателю полное равенство. Об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность. Но раз в 30 лет пускаем всю дорогу. И все вдруг начинают поедать друг друга. Да и известные черты, естественно, чтобы не было скучно. Беспорядок? Чем хуже, тем лучше. Кажется, это вы сказали, что если в России бунт начинать, то непременно, чтоб с атеизма. Народ пьян, матери пьян, дети пьяны, церкви пусты. Одно или два поколения разврата теперь необходимо. Разврата неслыханного, подленького. Когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себе любимую мразь. Вот чего-то надо. А тут еще свеженькие кровушки подпустить, что вы попривык? Откровение Верховенского пострашнее, чем то, что можно прочитать в документах более поздних, времен доктринедалиса. Высшая идея оказывается не социализм или какая-то форма организации рая на земле, а разрушение и убийство. Мы провозгласим разрушение. Почему? Почему? Опять-таки, эта идейка так обаятельна. Но надо, надо косточки поразмять. Пустим пожары, пустим легенды. Я вам таких охотников отыщу, что на всякий быстрый пойду. Да еще тут есть благодарные остатутся. Нос и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видел. Задуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Да и Достоевский был более проницатель, чем признанный учителя русской интеллигенции. Не знал, он знал, что русский революционизм, русский социализм в час своего торжества должен кончиться вот этими выкликами. Он предчувствовал, если будет в России революция, она будет осуществлением антихристовой диалектики. Русский социализм будет апокалиптикой, а противоположные христианству он видел дальше и глубже всех. В 1872 году, почти 150 лет назад, большинство представителей власти и критиков от литературы посмеялись над романом «Бесы». Российская интеллигенция встретила его в штыки. Достоевского обличали расхожения и правды, и даже кривите. При жизни писателя роман не получил ложного признания среди образованной части населения, которое увлекалось новомодными теориями, в том числе марксизмом. О пророческих, праведческих словах писателя вспомнили лишь тогда, когда на сию накрыли русские революции гражданская война. Вспоминали и после, когда страна, обливаясь кровью, переживала голод, репрессии, казни, перескройку, военные конфликты, терроризм. Николай Страхов, выдающийся русский философ и мыслитель, заметил, «Я удивляюсь теперь учительности этого романа. Сколько же учительностей нам еще надо?» Попирается все лучшее из русской, из советской, из современной истории и в то же время воспаляется и пропагандируется западная и народная. Бесы захватили души людей. Деньги, стресс на жиры, горько за богатым, скромность между богатыми и бедными породили поколение, которое мы с брендами говорили, торгозипами, не нарили все это вся. Между нами в рот во множестве петенки Верходянские или беззятники Восмирниковы, петки и каторжники Моря Гринякова. Постаравшись, можно найти Макара Девушкина, можно Дмитрия Карамазова, но с трудом отыщешь не за Мышкина и Алешу Карамазову. Если мы всего этого не хотим слышать, зачем мы тогда жалуемся и вопрошаем друг у друга в соцсетях, кто разрушил нашу жизнь? А из Достоевского далека нам вежливо отвечает следователь Порфирий Петрович «Вы не убились?» Великих писателей у нас не принято вспоминать перед школьными экзаменами и по большим юбилеям, да и то не всех. Между тем, Достоевский это не из истории литературы, это наша сегодняшняя жизнь, а также путь в будущее и предостережение от неверного выбора катастрофы. Дороги в никуда. Давайте вернемся к ночему роману. Федор Михайлович не случайно взял в качестве эпиграфа выдержку из Евангелия и Евангелия посвященную историю исцеления Бесноватого. Тут на горе послось большое стадо свиней, и они просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил. Бесы, выжившие из человека, вошли в свиней и бросили стадо с крутизных озера и пододумав. Пастухи, увидев случившееся, подлежали и рассказали в городе и по деревням, и вышли жители смотреть случившееся, и пришедших к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого, в здравом уме и ужаснулись, видевшие же рассказали им, как исцелился безновавшийся. Эта история была воспринята писателем как надежда на исцеление России. Федор Михайлович верил, что придет спаситель и избавит страну от легиона бесов, мучивших читает роман бесы одним из самых врачных произведений Достоевского. Перечитайте его, и вы поймете, роман помогает нам в ужасном сфере Иванович и историю, возрождает веру в то, что Россия вновь сядет у ног Иисусовых, одетой и вздравом уме. Спасибо.